Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, в последнее время я всё чаще начал думать о том, а как же всё-таки можно убить ролеплей? Ведь я, блядь, просто ненавижу этот жанр, в принципе, всеми фибрами своей, блядь, души. В пример, тут мы не будем брать такие проекты, как Advance Rollieplay, Diamond Rollieplay или, господи, прости, блядь, Аризону. Ни в коем случае. Тут мы возьмём именно хайд ролеплей проекты, потому что именно они попадают под вот весь этот гнёт фулл-рпшников, которые, блядь, называют любого человека, который вёл какую-то команду неправильно, а шо там? Ведь именно, блядь, из-за такого комьюнити складывается очень плохое впечатление от в целом фулл-рп серверов. Лично у меня оно так и сложилось. Если вы, блядь, не понимаете, мало ли, вы не понимаете, почему у меня сложилось такое мнение про фулл-ролеплей проекты, то можете посмотреть один из самых первых роликов на этом канале, в котором я говорил, что ролеплей, да и в целом гамбит ролеплей, такой сервер GTA Samp, он для даунов. И такого же мнения я придерживаюсь до сих пор, потому что мне непонятно, как на полном серьёзе люди могут дрочиться ролеплей командами. Ну а подробнее, в данном видеоролике подсказка, кстати, всплыла у вас справа сверху, и можете по ней кликнуть и перейти посмотреть данный видеоролик целиком и полностью. Ну так вот, я сейчас немножечко, так сказать, отвлёкся от основной темы данного ролика. Так вот, как же всё-таки можно убить ролеплей? Я терзал свою голову этими мыслями достаточно долго, и к какой-то одной такой, знаете ли, мысли я не пришёл. Потому что, ну непонятно, с одной стороны, ты можешь регистрировать какие-то аккаунты и на фулл ролеплей серверах, таких как гамбит и так далее, и начинать ашотить, но тебя просто отправят на ретест и всё. Ты можешь деймить каких-нибудь людей на гамбите, и таким образом атмосфера будет ухудшаться. Но таким образом ты испортишь игру людям, как и в случае с ашотами, как и в случае со всем этим, хотя, как лично мне кажется, такая игра, такой режим игры, он в принципе не должен существовать. Безусловно, я не вправе как-то осуждать чьи-то вкусы. Но если, хотя в смысле, блять, я не вправе, если вкусы говно, почему я не могу сказать, что у тебя, блять, вкусы говно? Пиздец, ну что это такое? Типа, кто вообще придумал, что о вкусах спорить нельзя, я не понимаю. Но если человек жрёт говно, я не могу сказать, нахуй ты жрёшь говно или чё, блять? Потому что, видите ли, у всех вкусы такие, да пошли вы нахуй, блять, все кто так говорит. Мне кажется, что если вкусы, блять, у человека говно, то я могу об этом сказать. Так вот, я опять же немножечко отвлёкся. И опять же, если регистрация аккаунтов и так далее, это всё неэффективно и в целом не нужно, так что же можно предпринять? А я думаю, что предпринимать не нужно ничего. Фулл РП сервера разложат себя сами, абсолютно сами. Мы не должны предпринимать никаких усилий. Их разложит либо их аудитория, либо сама концепция сервера. Дело в том, что на фулл ролеплей сервере ты не заработаешь больших денег. А не заработаешь ты больших денег, не сможешь инвестировать их в рекламный бюджет. Какие-то свободные деньги, если их так можно назвать. И таким образом, ты не будешь привлекать новую аудиторию. Да и, скажем так, так как ты не привлёк новую аудиторию, потенциальных уникальных посетителей, которые могут задонатить на твой сервер, вследствие чего ты мог бы жить хорошо. И вот на эти деньги, которые тебе задонатили, ты бы мог сделать вот какие-то новые маппинги, новые интерьеры, новые системы и так далее. Их заказать с профессиональной точки зрения. А так это всё выглядит по-дилетантски. Однако это опять же вопрос вкусовщины. Возможно, что для одного, допустим, интерьер говно, для другого он, в принципе, является вполне хорошим. Однако тут как посмотреть ещё, конечно. Но так или иначе, это так и есть. К моему большому сожалению. И вы знаете, сама вот концепция и вот сами вот эти вот игроки, которые гнобят, блядь, каждого нового человека, который зайдёт на сервер. Ты, блядь, только зарегистрировался, хочешь уже испытать себя, так сказать, в плане ролеплея, посмотреть на что ты там способен. А тут тебя вот эти вот ебучие обезьяны начинают, блядь, тыкать мордом в твои РП-отыгровки, блядь. При том, что ты не умеешь ещё отыгрывать. У тебя нету нужного опыта для каких-то масштабных и таких, знаете ли, неплохих ролеплей ситуаций. И как ты этому научишься, если после каждой РП-отыгровки тебе, блядь, в Б или там какой на гамбите чат, или в слэш-Н тебе будут говорить, что, блядь, ты ебучий ашот, что ты тут вообще забыл. И знаете что, если вы мне не верите, если вы, мало ли, сомневаетесь в моих словах и думаете, что фулл ролеплей сервера, они будут жить бесконечно долго. А вы помните, сколько фулл ролеплей серверов было в году этак 2015? Не помните? Ну, их было достаточно много. Тот же Гамбит, тот же Pacific Coast Project, который сейчас заново переоткрылся и так далее. В общем, я на эту тему могу разглагольствовать долго, но в лице фулл РПшников я не являюсь каким-либо авторитетом. И поэтому я не могу ничего противосопоставить им, потому что я мало понимаю фулл РП как раз-таки из-за той причины, которую я назвал ранее, из-за того, что меня после каждой моей, блядь, отыгровки называли Ашотом. Я забил, блядь, на этот сервер и больше на него нахуй не заходил. У меня до сих пор есть аккаунт на Гамбите какого-то афроамериканца и так далее. Но я на нём, блядь, не играю, потому что я зайду, напишу, блядь, какую-нибудь одну отыгровку в слэше Аме, самую минимальную, блядь, самую минимальную, которая никого не за день баланс во вселенной не нарушится. Можно будет просто написать откат, если я что-то неправильно сделаю. С другой же стороны, атмосфера, которая присутствует на этих серверах, она непередаваемая. Ты заходишь, ты ощущаешь, что ты в какой-то, вот знаете, такой... в реальной жизни, только в САМПе. Ты можешь отыграть того человека, которого в реальной жизни ты отыграть не можешь. Но всё заканчивается тем, что тебе пишут, что ты Ашот. Так вот, ребят, я могу ещё очень долго об этом разговаривать, но давайте, знаете что, специально для этого я пригласил сюда эксперта по ролеплею. Вот в данный мой видеоролик я пригласил такого, знаете, неподкупного, авторитетного и объективного человека, как Лучегу. Стоит также отметить, что в топе объективных, неподкупных и авторитетных людей он находится то ли на втором, то ли на третьем месте. Там они с Геррэрой делят вот это вот место с моим, я вам хочу напомнить, лучшим другом. И пока что они так и не определились, кто на втором месте, кто на третьем месте. Но, я думаю, он вам это расскажет в каком-нибудь там из следующих роликов на моём канале, либо на его канале. Однако же, давайте спросим его, что он думает по поводу того, как же можно убить ролеплей в GTA Samp в 2019 году. Или, возможно, что уже поспособствовало убийству ролеплей в 2019 году. Ну, а мою объективную, авторитетную и неподкупную позицию вы уже слышали по этому поводу. Поэтому, давайте послушаем как раз таки вот этого вот человека. Я считаю, что формально РП, он, ну, как бы есть, да. Люди также отыгрывают роли и, там, отыгрывают РП. Но он умер в том смысле, что сейчас открыт всего один проект. Раньше году, эдак, в 2015-2016 существовало несколько серверов. Там, не знаю, Pacific, SV и ещё парочку. Я не особо помню, но да ладно. И из-за этого, что сейчас существует лишь один проект с двумя серверами, у людей нет выбора. А на таких серверах с ЮЦП действует правило, что чем больше игроков, тем меньше уровень РП. Также появляются новые игроки. Да, я соглашусь, что это прикольно, это круто, что появляются новые игроки, да, что есть люди, которые заинтересованы в этом. Но их проблема в том, что они не умеют играть. И я не хочу сказать, что вот, мол, я такой пиздатый, да, а другие, там, не знаю, глупые дети. Но мало того, что они не умеют играть, они не хотят этому научиться. Ну, по сути, чё там, блин, пару команд, значение которых ты должен знать, и всё. Но РП — это, как по мнению команды. Команды дают лишь тебе возможность поиграть РП, но никак не научат тебя этому. Правильное отыгрывание своей роли — вот что я считаю одной из главных факторов. Но люди не умеют этого. Они не читают статьи, они не смотрят фильмы. Всё, что они могут, это посмотреть роли какого-нибудь, не знаю, ДМщика, да, и создать себе чернокожего бандита. И сейчас вы слышали мнение Лучеги по поводу того, как же всё-таки можно в 2019 году в САМПе убить роли-плей, или как его там уже убили. В общем, решайте для каждого, сами умер, фулл РП, или ещё там живёт, или он уже в конвульсиях вот так вот с пеной, хх, у рта вот так вот лежит, уже не знает, что делать. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Оставляйте своё мнение по поводу фулл РП серверов в комментариях. Всё прочту. Не знаю, прислушаюсь ли я к вашим комментариям. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Лучеги. Спасибо ему, кстати, за помощь в съёмках данного видеоролика. Один бы я ни в коем случае не справился, потому что без такого неподкупного, авторитетного и, безусловно, отличного мнения я бы тут не справился. В общем, всем спасибо. Всем пока.